Мы теперь каждый день будем транслироваться и кому когда удобно будет присоединяться. Поэтому темы будут и встречи, кому когда удобно, это первое. Второе, когда кому что-то срочно нужно сказать, пожалуйста, подключается. Если надо, будем делать отдельные встречи, если нужна отдельная целевая аудитория. Значит, смотрите, в принципе, нужно понимать вообще всю обстановку и ситуацию на освобожденных территориях Донбасса. И особенно Донецкой области, вот север наш, здесь, то, что было до войны, да, вот, это не удивляло никого. Вот, то есть, нашу газету били, жгли, но это было в массу. Вот Константиновки, газета «Провинция», ее жгли, били там и все остальное. На митингах призывали расправиться, нас включили журналистов в расстрельные списки, там мне написали фашистской организации «Просвита», финансируемая ЦРУ, ну, это понятно. Значит, то же самое было, в принципе, со всеми. Вот Горловским очень ребятам досталось, да, перед, вот, в апреле прошлого года. 18 стекол было разбито, красноармейское телевидение «Капри», и всех тут, кто занимал проукраинскую позицию, в общем-то, они страдали. Был нанесен ущерб, который, кстати, до сих пор, как бы, здесь есть программы по восстановлению ущерба, но от боевых действий, понимаете? Если вот разбили, например, бомбой, там, еще что-то, да, есть государственная помощь. Если вот что-то происходит, какой-то ущерб от, вот, в данном случае, бандитов, там, сепаратистов, то это не считается. И поэтому все за свои деньги всегда все восстанавливали, все делали. Вот, но после уже освобождения, то, что происходит в Константиновке, это отдельный разговор, так как то, что происходит в Константиновке, не происходит нигде, ни в одном городе, освобожденном Донецкой области. Здесь не просто очень сильны эти настроения, они организованы. Здесь прошли два мощных митинга против призыва в армию, хотя тут никто никого не призывал, но для них надо было вот устраивать вот такие антиукраинские... Акции. Акции, да, шоу, чтобы это для российского телевидения, для картинки. Если там в мощный город Краматорск, там вышло 100 человек, которые в 4 раза больше Константиновки, в Артемовске человек 50 вышло, у нас вышло на эти акции 2 мощных митинга 400 человек. И это тоже там кричали, орали, все. И после гибели девочки, в принципе, это было обычное ДТП, которое в нашем городе происходит, на Центральном проспекте не просто происходит, а каждый месяц уносит жизнь. Потому что проспект это совершенно идиотский, он там с разных сторон школы, детские сады, и он просто... нельзя там вообще делать вот такую между... Это межгородская магистраль всесоюзного значения, всеукраинского значения. Но там на большой скорости летают там все, кому ни попадя. И вот военный бронетранспортер тоже самое. Вот он фактически там сбил девочку, и это было восстание. Вообще били тут и милицию, и всех подряд. И это показалось, что Константиновка сейчас... Это самое место, где больше всего напряженность, и больше всего объединены эти антиукраинские силы, и они вот могут приносить вот такие проблемы. А вот в ночь, с вчера на сегодня, с воскресенья на понедельник, было нападение на нашу газету, и были разбиты там 10 стекол, 3 окна, в каждом там по 3... Ну, в общем, 10 стекол у нас было разбито. Были у нас наклейки... Ну, как там написано, СБУ наклейки на нашей редакции. Звоните в СБУ, если вы увидели сепаратиста там, и все такое. Сдертый, с такие, знаете, все это... Прямо сгрызенное все это. И, в общем-то, это надо четко и ясно признать, что нигде на освобожденных территориях ни одно средство массовой информации не подвергалось вот такому нападению. Боятся где-то, где-то реально проукраинские силы и настроения больше. Но это как индикатор того, что происходит, прежде всего, в Константиновке и вот по Донецкой области. Потому что мы, как были проукраинские, мы несем этот свой крест и до войны, и всегда мы занимались вопросами патриотического воспитания, возрождения национальных духовных традиций, украинских, естественно. Мы все время говорили о том, что Донбасс украинский много лет подряд. Мы открыли здесь имена, которые... Мы говорили не просто украинские, Донбасс это корневая система Украины, понимаете, и культурная, и духовная здесь очень много. И поэтому нас, естественно, мы подвергались вот таким нападкам. И я, может быть, если там, я так понимаю, запись сейчас ведется, я могу прочитать просто заявление коротенькое нашей редакции, которое вот я журналист в этой редакции, а заявление, значит, было принято на... Сегодня мы собрались, и все подписались, и сделали вот такое заявление. Сейчас так. Заява коллективу редакции газеты провинции с приводу инциденту в ночь с 26 на 27 квитня 15-го року. Отже, с нами сталося практически то же самое, что сталося ровно рік тому. Тогда в ночь с 22 на 23 квитня нам також разбили векна, но еще и спалили комнату. Но тогда это было сделано по-зладейски, в Тимряве, с заднего двора. Теперь бандиты нахабно, долго и наполегливо разбивали три векна на фасаде будильной редакции. Швидше за все ломом. При светлой лампы, что висит под козерком над входными дверями, иначе б то час зменився. В месте полно військовых и милиционеров. Но люди с такими поглядами, как те, что влаштовали тут антиконституционный переворот, продолжают творить беззаконно, крушить чужую властность. Понять свободы слова, независимых средств массовой информации для пятой колонны не существует, как и не существует, как и не существует, на людских цивилизационных ценностях. Минулий раз у нас были камеры внешнего видеоспостережения. Но они все равно не помогли следствию. Під час окупації ці камеры были с будивлі редакции «Зирваны». Тепер, ясна річ, у нас не вистачає засобів на відновлення элементарних заходів безпеки. Тепер ми засобливою гастротою відчуваємо і власну силу слова, і свою ж незахищеність. Ми хочемо відмітити, що у відмінності від минулого квітня, коли антиукраїнські варвари крушили всі земли подряд, тепер на звільненій території підняли руку лише на нас. Це говорить, перш за все, про те, що Константиновка продовжує залишатися вогнищем напруженності і небезпеки на Донбасі. Мимоволі згадується керівництво керівництво міліції і більше співробітників міськвіделі не помінялися, в роботі не додалося публічності, хоча їх поведінка до війни в період окупації залишили багато питань. Поки в 2004 році нашу редакцію закидували коктейлями Молотова, цілодобове вбрання міліції під загальний сміх, обороняла статую Леніна. І не дивлячись на те, що приміщення нашої редакції стоїть під сигналізацію позавідомчої охорони МВС, ми упевнені, що на цей раз знову не знайдуть винуватців нанесення збитку. Тому ми звертаємося до керівництва країни і області з вимогою навести лад з нашими охоронцями, які професійно вже не зможні ні провести профілактику, ні усунути, ні провести розслідування безладів в місті. Ми не говоримо про те, що їх всіх треба посадити, але хоч би поміняти, потрібно обов'язково. Ми сподіваємося на все журналістське співтовариства, що наші колеги підтримують провінцію, що не залишить нас на одинці з цим антиукраїнським звіром, що розростається. А тим, хто гордо носить ім'я сепаратистів в лапках, заявляємо, не діждетеся. Донбас, він наш, а не ваш. Тому жодні ваші дрібні і крупні капості не вплинуть на очищення наших споконвічно українських земель від сепаратистської нечисті. Слава Україні! Ось така заява. Володимир, а скажіть, будь ласка, скільки населення в Константиновці? В Константиновці сейчас приблизительно где-то 60 тисяч населення. Але це дуже плаваючі цифри, прежде всього, тому що ми знаходимося, на фронте прямо перед нами находяться місця місця Авдеівка і Дзержинськ. Ну, іще багато різних небольших таких городков, Очеретина, там, сіл. І там же постоянні бомбіжки. І вот волнами к нам йдуть переселенці. Офіціально у нас зарегистрировано 38 тисяч переселенців. Понимаєте, при жителі у нас 60 тисяч. Але це зарегистрировано. Живіт, де-то, порядка 10 тисяч. Можете, це, обычно, не зарегистрировалися, і приїжджають сюди пенсію получати і так далі. Тому, зарегися, понятие жителів нашого міста, це... Оно дуже відносительне, да. А газета про Винця, як ви пропали, але, я так понимаю, ви спросили тираж, да? Тираж... Тираж нашей газеты был обычно, доходил до 15 тисяч. Сейчас, в связи, ну, он был до войны где-то 8 тисяч, а сейчас он 5 тисяч, і дуже тяжело ми вживаєм. Тому, естественно, для нас це бачу ущерку, зробити ці окна. Ми не можемо камері зробити. Тому що ми вживаєм, ми еле-еле, естественно, сводимо конці з концами. Абсолютно никакой помощи государства. І тут якісь якісь нелепі проєкти, о тому, що вони хочуть издавати якісь припронтові газети, ще що-то. А просто, ми є на передньому краї вот этой інформаційної війни. Посмотрите, ну, зараз наш сайт, на наш сайт атаки, понимаєте, і зараз ми не можемо його посмотреть. но газета наша все время идет впереди, і ми постоянно розказуємо читателям о том, що ось цей бред, ось цей бред, який тут. Ми 1 марта війнили з заявлением, 1 марта 2014 року, війнили з заявлением, що всі, хто війни на митинги за Росію, вони війни на митинги за войну, понимаєте? Вот ми так написали, а на нас смотрели тогда, як на ідіотів. А ми говорили, нет, ідіоти ви, тому що за войну, за кров'ю, за смерть можуть бути тільки ідіоти. Ну, а тепер многие з тих, які на нас нападали, считають, що ми все-таки були прави, що війна як раз з цього і починалась. Але ми работаємо, в общем-то, саме главное, що я, напрямер, я не професіональний журналист, я общественный деятель, ну, я возглавляю «Зеленое движение Донбасса», ми давно работаємо і з Сергеем Сухобойченко, знаємо, і Сиппаторі, і все, але, як раз таких газет, і я сам з Артемовська, з соседнього міста, тут 20 км, але я живу вже 10 років, більше 10 років, в Константиновці, і вот таких вот общественних активистів газета подобрала, у нас постоянно проходять встречи, ми постоянно іниціюємо які-то наші акції, і, в общем-то, газета, я думаю, що в среді, в такой, знаєте, в регіональній, застарелій, вот как, я думаю, що Крим, конечно, похож був на це, але у вас все-таки більш інтелігентна середа, і, ну, хто у вас, хто з Крима, а у нас, понимаєте, у нас 17-го года монополія одной силы, она была бандитська, там, коммуняцка, непонятна, там, зековська, понимаєте, і 17-го года, вот вперві сейчас, те, які думали, що це буде навсегда, вдруг, не получили по башке, і вот вони смотрят, як же, як же ми тепері будем действувати, а вот, я просто знаю, Артемовск, примерно по населению такой же, як Константинка, там, все газеты, 2 газеты, 2 телевидення, все время підтримували партию регіонів, і люди живуть, і до сих пор живуть в такому, що просто інакше не може бути, понимаєте, що не може бути інакше, а вот, газета, це уникальна, она з 90-го года, абсолютно частна, владелец її, жінчина, которая, ну, це газета объявлений была для бизнесменів, предпринимателей, у нас 2 тетради, одна тетрадь объявлений, а другая, вот, как бы, ми пишем, но, тем не менее, видите, я вижу, вот сейчас, я считаю, що це показатель, що ми, я лично горжусь, що на нас напали, понимаєте, я лично вижу, що не даром ми все це делали, і гордився, що нас включили в расстрільні списки, потому що не даром, ми, значить, этим всем занимались, ви написали заявлений «Охрана», понимаєте, була сигнали, є сигнализация, і ми оплачиваємо, доволі так, серйозні суми, з бюджету, на то, щоб була охрана, і ось, второй раз, нас, так, по этой, явно, що і зараз опять, нікого не найдуть, і, головне, що, чому-то, сигнализация не сработала. У нас є подозрення, що, ну, то, що менты участвували, в апреле, це не подозрення, це конкретне. Я тут говорив вже, ми нескільки раз говорили, що, можна себе представити, мій знакомий милиціонер, коли мені стали угрожати, я говорю, слухай, давай, твой телефончик, і ты сразу раз, якщо у мене проблеми будуть, я тебе сразу позвоню. Он говорит, да, да, звони, звони. Ну, він зам начальника городського отдела внутренних дел, общественній безопасності, і все, все, тому що він з Артемівська, сам в Константиновці, земля, клас на клас. І однажды, в марте месяце, я позвонив, я говорю, а що ви там делаєте, блокпосте, він говорить, все нормально, це для общественній безопасності. І він не включитив мобілку. І я слышу, вдруг, він говорить, так, у нас 200 стволів наших, України вже, считайте, нет, під Одесою вже 3 подводні российські лодки. Все, хана, я думаю, елки, це ж я, кому я доверил свою жизнь, понимаєте? Ну, і у нас, у нас, конечно, милиція, она не просто устранилась, она участвовала в усім цьому. І поэтому, самое главное, начальника милиції і всі, хто там, практично, половина, не поменяли. Все не на місці. Хотя вони даже там на місцінгах говорили, що милиція з народом, коли вже ДНР було, понимаєте? Вони, конечно, там, говорять, що вони там прятались, і все таке, і всі до були за Україну, але нам, військові нам наоборот, говорять, у вас страшні, менты страшні, ми не можем з ними говорити, вони нам, от менты нам говорять, зачем ви сюди приїхали? Понимаєте? То есть, це взагалі кошмар, що тоді говорити? Поэтому ми требуємо, щоб, ну, ми ж платимо налоги, ми ж дуже законопослушна газета, все четко, все у нас білую, никакого черного там нету абсолютно, милицію содержимо, а получаються вот такие вот проблемы. Ну, ладно, я очень многословен, если что, може вопросы какие-то? Ну, хорошо, Владимир, вот вы сейчас написали это обращение, да, к правительству страны, к руководству, а если не будет с их стороны никакой реакции, подобные акции по отношению к вашей редакции или каким-либо другим будут продолжаться? Вы уже разработали, возможно, какой-то план действий на ближайшее будущее, скажімо так? Сейчас мы объединяем все усилия на разных уровнях для того, чтобы повлиять и чтобы здесь что-то с нашими милиционерами сделали. Это, во-первых, потому что, ну, вот было видно, как они себя вели, когда девочку сбили, они абсолютно ничего не делали. Вот, и вот этот шабаш, который был устроен в Константиновке, он мог быть пресечен. И, понимаете, то есть мы уже, это уже там какой-то по очереди там третий или пятый звоночек. Это уже и обращения от нас были, ну, не от газеты, а от общественности по поводу ситуации, понимаете? Я спрашивал начальника областной милиции Амбройскина, который приехал в Запорожск, я не знаю, в какой области, он говорит, а где же мы возьмем других? Ну, какая разница, поменяйте их, мы же не говорим, что посадить. Нам надо свежих людей. К сожалению, вы со мной согласитесь, что самая главная проблема не решена. То есть система правоохранительная не изменилась. Потому что нам бы не людей менять, а систему. Но, к сожалению, на это надежды пока в ближайшее время нет. И так хотя бы просто людей. Ну, ничего, я считаю, что мы должны готовиться, вы же понимаете, мы верить должны в лучшее, готовиться к тому, что эти вот моменты такие, они будут продолжаться. И в этом плане, вот я с Сергеем пригласил, я с удовольствием хотел бы, чтобы мы как-то поговорили по реакции на такие вещи нашего сообщества, журналистского, о том, чтобы мы понимали, что как бы есть у нас как бы сеть в этом плане. Продолжение следует...